Франшиза «Неудержимые» спустя почти десять лет спячки возвращается на большие экраны. После не самого удачного триквела, да еще и с рейтингом PG-13, киноделы вернули заветные 18+, на постеры фильма и за столько времени наверняка сделали правильную работу над ошибками. Так что, подписывайтесь на канал и давайте поскорее обсудим эту фееричную фантазмагорию под названием «Неудержимые 4». Поехали. Первые части представляли собой яркую витрину для легендарных героев боевиков. Франшиза никогда не позиционировала себя как что-то большее, чем любимые звезды делают на экране то, что умеют лучше всего, да еще и в составе шикарный Dream Team. Когда в кадре объединяются Сталлоне, Шварц, Уиллис, Джет Ли, Дольф Лунград, Чак Норрис и Джейсом Стэдхэм, кого вообще будет заботить какой-то там сюжет. Здесь он всегда был для галочки, алды смотрели эти фильмы из-за упомянутых имен, а элементарное наличие этих людей в одном фильме уже по определению вызывало детский неподдельный восторг. Это и было основной визиткой франшизы, ее сильной стороной и слабостью одновременно. За все годы своего существования эта киносерия так и не обзавелась какими-то собственными стилистическими особенностями, которые можно развить в сиквелах. Все фильмы в большей степени эксплуатировали ностальгические эмоции поклонников боевиков эпохи VHS. Но если список имен в касте окажется скромнее, то ностальгический вайп испарится и останется только Стэдхэм, который играет Стэдхэма и больше ничего. Ровно это и произошло с четвертой частью, но помимо отсутствия громких имен, в эту картину мертвой хваткой вцепился целый воз откровенно непонятных решений. Лента не справляется с функцией развлечения даже на базовом уровне, а напротив аккуратно кладет на франшизу крышку гроба в ожидании гвоздей. Это настолько бледная имитация прежних фильмов серии, что при просмотре мозг натурально сводит истерика, а вместо задницы в кресле остается лишь горстка пепла. С другой стороны, чего я ожидал от фильма, у которого визиткой промокомпании были не бои, драки и погони с любимыми героями, а оголенные прелести Меган Фокс. Да и пасхалки в виде фалоимитатора и среднего костяного пальца как бы намекают, на чем вертелись зрительские ожидания и в каком направлении нам предлагают последовать. Все более-менее сносное в этом фильме держится на широкой спине Джейсона Стэтхэма с редкими проблесками благодаря азиатскому подкреплению. Но каким бы ни был шустрым этот британский Супермен верхом на стреляющем мотоцикле, быть затычкой в каждой пробоине этого тонущего корабля он не смог бы чисто физически. В прежние времена топорность сюжета старались прикрывать другими ништяками, здесь же вся абсурдность при полном отсутствии чего-то интересного буквально выпячивается на показ. У фильма целых четыре сценариста, и на эту кампанию лучшее, что они могли сообразить, это сыпануть в один котел ядерную бомбу, третью мировую, где детонатор, и приправили все это раздражающими очевидными поворотами сюжета. Все знакомые персонажи утратили даже самые минимальные остатки человечности и выглядят как банда разбойников без каких-то тормозов в своих поступках. Чего стоит одна лишь драка в баре и чем она была спровоцирована? Взаимодействие с Тетхома и Слая в каждой ленте представляли хоть какую-то плюс-минус стабильную величину, но и эту соломинку у нас отобрали. В этот раз Сталлоне либо изначально не планировал активного участия, либо после прочтения сценария почуял неладное и благополучно слился. Так что в фильме по итогу он выполняет функцию японского императора. Номинально он где-то существует, но собственными глазами мы его видим мельком, а основную скрипку играет бывший перевозчик, которому, судя по всему, окончательно передали ключи от франшизы. Остальные же персонажи — это какой-то звездец. Такое впечатление, что касс собирали через проги по генерации случайных чисел, и конкретно этим людям выпали счастливые номерки. Теперь они полтора часа пытаются понять, какого собственно хера они тут забыли. Мало того, что их персонажи никак не прописаны, так еще и экранного времени большинство из них получает меньше, чем заветный перстень Барни. Меган Фокс в роли нового лидера команды запомнилась разве что кожаными штанами и строго регламентированным засветом груди — по одному на каждый акт фильма. Из нее слепили настолько бесполезную лощеную куклу, что от такого вопиющего уровня ленивой сексуальной объективизации охренел бы сам Майкл Бэй. Кертис Джексон, он же 50 Cent, предстает серым безликим дуболомом, а единственная его реальная минута славы произошла без его присутствия в кадре, когда врубили его трек. А младшая версия персонажа Антонио Бандераса из третьего фильма ничего, кроме судорожного желания найти под рукой кляп, не вызывает. Единственный человек, чьи проблемы я разделил сполна — это персонаж Лунгрена. К финалу я тоже стал психовать, и также проснулось неутолимое желание накидаться да побыстрее. И Коу Уайс и Тони Джа могли стать спасением для этой ленты. Оба прославились благодаря фильмам, где им приходилось сниматься в длиннющих сценах с офигительной хореографией боя, снятых практически одним дублем. Но вместо этой визуальной красоты их засунули в мясорубку эпилептического голливудского монтажа без малейших шансов показать, на что они на самом деле способны. И просто удивительно, как в руках режиссера, который на секундочку является бывшим каскадером, был нелепо растрачен потенциал реально крутых мастеров боевых искусств. В прописанных якобы шутках нет никакого остроумия, хотя франшиза всегда отличалась насмешливой банальностью, которой герои с удовольствием упивались, высмеивая собственные образы, жанровые клише и свои же фразочки, ставшие мемами. В этот же раз никакой самоиронии, а только бесконечный пафос, с которым персонажи разбавляют свои убогие диалоги остротами на тему говна, мочи, секса и золотого дождя. Очень разумная и равноценная замена. Спасибо, блядь, большое. Ну а шутеек с фиксацией на мужских причиндалах здесь столько, что я искренне надеюсь на полную оплату труда сценаристов, чтобы они наконец-то смогли себе позволить снять мужика и перестали писать в следующих своих работах подобную херню. Контрольным в голову служит визуал, и завезенный из стареньких компьютерных игр Цветокор. Графика моментами настолько отвратительна, что сложно поверить, что бюджет фильма действительно составил 100 миллионов. Хрен его знает, на что они его тратили, но чем больше кровищи было в кадре, тем сильнее было заметно, насколько это плохо. Будто смотришь не боевик, а мультфильм с рейтингом R. Мало того, наверное, комп часто был занят, и задники для некоторых экшн-сцен вынужденно создавались в мобильном приложении. Другого объяснения у меня нет. Если бы просто оставили синий фон на восприятии фильма, это бы ровным счетом не сказалось. Суммарно, это сокрушительное разочарование, в котором нет ни капли былой ностальгии, харизмы и очарования, которыми, безусловно, обладали первые ленты. Несмотря на мои искренние попытки отключить голову при просмотре и подыграть этому беззубному фарцу, реализовано это настолько дешево и несуразно, что вызывает исключительно отторжение. Будет это какой-то посторонний тупой боевик, с моей стороны было бы куда меньше этой язвительности, посмотрел бы и забыл, но как продолжение своих предшественников это мрак в чистом виде. И если все же кому-то взбредет в голову снимать пятый фильм, то без тотального переосмысления франшиза тупо пробьет новое дно. А после этого шедевра я даже не представляю, через какие уговоры или угрозы можно привлечь именитых актеров в последующие сиквелы. Можно без проблем в пятую часть добавить громадную акулу и прокатить под видом триквела Мэг. Разницы уже никто не заметит.